Когда представители Союза работников образования Эстонии обратились к госпримирителю в поисках компромисса относительно повышения зарплаты педагогам, то в какой-то степени появилась надежда, что правительство обратить на эту проблему более пристальное внимание, ситуация разрешится без каких-либо последствий. Однако, как показало время, переговоры о зарплате до сих пор были скорее односторонними, так как не было никаких признаков значимого участия правительства. Представители сферы образования некоторое время назад заявили, что если обращение госпримирителю не возымеет никакого воздействия на правительственное решение, то педагоги готовы будут объявить забастовку. Сегодня Союза работников образования Эстонии заявил о том, что предупредительность забастовка педагогов пройдет во вторник, 10 ноября. Мы не можем позволять и дальше разрушать систему образования в Эстонии. Мы не можем таким образом играть с будущим наших детей и молодежи. Но другой возможности повлиять на решение проблем мы больше не видим. И забастовка может стать единственным способом позволить существовать образованию в Эстонии дальше. В конце октября на проблему низкой зарплаты учителей обратили внимание также и другие организации, выразив свою солидарность с педагогами проведением пикета на томпе. В качестве доказательства того, что зарплата учителей является низкой, Союз работников образования приводил примеры, когда в условиях нехватки педагогов действующие учителя вынуждены работать даже с двойной нагрузкой. Зарплата учителей на полную ставку как в гимназии, так и в основной школе сейчас составляет 1749 евро брутто. Вместе с дополнительными функциями эта сумма чуть выше. Но все равно зарплата педагогов в Эстонии на 25% ниже, чем у других работников с высшим образованием в других сферах. И это одна из причин, почему большое количество педагогов меняет рабочее место. Да и новых учителей не так уж и много. А если учитывать то, что нынешнее правительство планирует на несколько лет заморозить рост зарплат людей, работающих в государственном секторе, в том числе и учителей, то картина становится еще печальнее. Забастовка пройдет в предстоящий вторник с 9 до 10 часов утра в школах и с 8 до 9 часов утра в детских садах. В интересах благополучия и безопасности учащихся всем образовательным учреждениям рекомендуется начать работу в этот день позже, после окончания предупредительной забастовки. Учебные заведения, которые примут в ней участие, скорее всего, сообщат об этом через систему ЭКОЛЬ. Очевидно, что предупредительная забастовка учителей, безусловно, доставит неудобства нескольким сотням тысяч человек и заставит их изменить свой распоряд огня. Но, по словам Рэма Вольтри, в каком-то смысле это предвидение будущего, потому что если правительство допустит продолжение кризиса оплаты труда учителей, то проблема в системе образования из-за нехватки учителей скоро станет повседневным явлением. Сергей Овченков, Андрес Лайгу, Новости Таллина.